Итоги уходящего вторника Кто отдаст долг Родине? Нанес свыше 50 ножевых и скрылся. СК продолжает расследование преступлений 20-летней давности. Дождь я уносил в лес и бросил. Какие вскрылись факты? Шаг на пути к образованию. В Бавруйске прошла встреча в рамках проекта «Школа активного гражданина». Они получают новую информацию в таком формате, который не характерен для образования. Как поступить в Академию МВД? А также новая форма работы, чартерные рейсы и нестабильная весна. Дождь и мокрый снег обещают синоптики в предстоящие сутки, когда ждать потепления. Долг каждого мужчины. В Беларуси завершается весенняя призывная кампания. Ряды вооруженных сил пополнят порядка 10 тысяч новобранцев. Подразделения самые разные. От мотострелков до сил специальных операций. В ближайшие полтора года для Ивана Прокоповича армия станет вторым домом. 20-летний парень готовится пополнить строй защитников Родины. Его армейская история начнется 15 мая. С первого 4,5 месяца в учебке под Борисовым после ждет служба в Осиповичах. Мысли откосить признается. Я считаю, в армии должен служить каждый. Ведь армия из мальчишки делает мужчину, чтобы защищать свою Родину, своих родителей, свое Отечество. В окном зале Бобруйского военкомата более 40 призывников. Концертная программа от творческих коллективов города. В качестве мотиватора заслужены военные Александр Виноградов. Подполковник в отставке говорит о многом, но подчеркивает, армия – это школа мужества. Каждый уважающий себя гражданин Республики Беларусь должен отслужить в армии и вернуться с честью домой. А его там ждет мама, бабушка, дедушка и, конечно, девушка. Еще немного, и жизнь призывников развернется на 180 градусов. Впереди курс молодого бойца, первая стрельба и учения. Ряды вооруженных сил пополнят порядка 350 бобручан. Всего на службу весенний призыв отправится около 10 тысяч новобранцев. Служиться ребята будут в различных частях города Минска, Борисова, Могилева, Гомеля. Внутренние войска, органы пограничной службы, части комитета госбезопасности, вооруженные силы – это и спецназ, и ВДВ, мотострелковые части. Сегодня белорусская армия занимает 35-ю строчку в рейтинге самых могущественных стран. Никаких громоздких фронтов. Быстрые маневренные бригады, способные молниеносно оказаться в любой точке страны и нанести такой ущерб, чтобы потенциальный противник, даже имея агрессивные планы, спрятал их в долгий ящик, подсчитав возможные потери. Даже генералы НАТО называют вооруженные силы Беларуси самыми боеспособными в Европе. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Убийство без срока давности. Следственный комитет показал кадры с подробностями преступления, совершенного 20 лет назад. Задержанный признался, где спрятал оружие. Орудием убийства оказался штык-нож времен Великой Отечественной. Им обвиняемый нанес 20-летней горожанке свыше 50 ранений. Сначала он подкараулил жертву возле подъезда, затолкал в дом, а затем достал нож и нанес удары. Девушка скончалась на месте. Житель Бобруйска свою вину признал. Расследование продолжается. Новая цена, партнерские роды и онлайн-сотрудник. В Трудовом кодексе появится дополнительная форма работы. Что к чему? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Трудовом кодексе Беларуси появится новая форма работы. Она предполагает, что сотрудник может выполнять поручения начальства как дистанционно, так и в офисе. После закрепления такого формата в документе специалисты смогут оформлять трудовой договор, который позволит установить официальные взаимные права и обязанности между подчиненным и работодателем. Минздрав в Беларуси разрешил проведение партнерских родов. Такое решение принято на основе анализа ситуации в странах-соседках, а также с учетом большого количества обращения граждан. Специалисты уверены, это повлечет за собой значительное улучшение психоэмоционального состояния женщин во время родов. В стране вновь подорожало автомобильное топливо. Стоимость выросла на одну копейку. Литр 98-го бензина теперь стоит 2 рубля 14 копеек. 95-й, как и дизельное, войдется в рубль 92. За 92-й придется отдать рубль 82. Как отметили в Белнефтехиме, рост цены на моторное топливо с начала года составил 6%. Белавиа с 30 апреля начнет выполнять чартерные рейсы в Тунис и Черногорию. Все подробности компания рекомендует уточнять у туристических операторов. Напомним, авиасообщение между государствами было приостановлено на время распространения COVID-19. Однако, несмотря на то, что вирус еще не отступил, страну начинает открывать свои границы для туристов. Дождь с мокрым снегом ожидается по северо-востоку Беларуси 28 апреля. В среду будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие кратковременные осадки. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2. Днем будет 7-13 градусов тепла. В юго-западных районах до плюс 15. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 823 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 354 669 человек. Беларусам начнут выдавать сертификат о вакцинации. Документ получат только те, кто привелся обеими дозами препарата. Специалисты внесут в него название вакцины, наименование медучреждения, где была сделана прививка и паспортная данная человека. Информация будет напечатана на русском и английском языках. Получить сертификат можно платно в пункте проведения вакцинации. Достойный пример. В 31-й школе прошла встреча учащихся с представителем Академии МВД. Какие вопросы больше всего интересовали будущих следователей и юристов, знает Карина Гуревич. Для этих ребят уголовная право и криминалистика – не слова из сериала, а темы уроков. В 31-й школе функционируют классы правовой направленности, которые тесно сотрудничают со Следственным комитетом. Однако лучшей теорией может быть только практика – встреча с настоящим подполковником милиции в рамках проекта «Школа активного гражданина». Такие встречи, на мой взгляд, очень важны. Подобного ракурса встречи первое. Вносят позитив именно в их жизненный опыт. Они получают новую информацию в таком формате, который не характерен для образования. В начале встречи старшеклассники вместе с гостем вспоминают события Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяют и значимости малой родины в жизни белоруса. Для начальника следственного экспертного факультета Академии МВД это особенно важная тема. Встреча прошла в рамках формата «100 вопросов ко взрослому». Учащиеся смогли задать нашему гостю вопросы личного характера, также вопросы в рамках празднования 9 мая. Сам спикер не остается в стороне и тоже задает школьникам вопросы. Выбор будущей профессии, хобби и жизненные приоритеты – простые, но важные темы. «Нам было интересно, каков он именно в жизни как человек, а не как чей-то учитель-работник. Я очень довольна была встречей, так как я узнала очень много нового. Также я не встречала никогда настолько сильного патриота Беларуси». «Я сам собираюсь поступать в Академию МВД на следственного экспертного факультета. Я загорелся этим желанием после того, как я побывал на дне открытых дверей в следственном комитете». В заключении встречи Роман Скачок приглашает всех присутствующих на экскурсию в Академию МВД. Хотя набор девушек пока не проводится, выпускники юридических факультетов имеют все шансы стать следователями. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Вечный долгострой на перекрестке Минска и проспекта Георгиевского совсем скоро останется лишь на фотографиях и в памяти бобручан. Так называемую этажерку сносят. Сейчас строители с помощью спецтехники проводят работы по демонтажу бетонной конструкции. На следующей неделе на ограждении появится паспорт объекта. На этом месте возведут торговый центр с офисными помещениями. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!